По многочисленным просьбам и в комментариях вы просили, чтобы мы сходили на строительную компанию КУД и проверили Олокон и другие объекты. Досмотрите это видео до конца, в конце Мерим даст юридическое заключение по Олокону. Мы пришли в строительную компанию КУД, надеюсь, что в строительной компании у нее все нормально, надеюсь, пойдемте смотреть. Олокон, Ахниет, КУД ТАВР, людей приводим. Всем привет, друзья, сегодня у нас очередной выпуск с Мерим, сзади нас второй выпуск юридических курсов, выездной урок. Все, что мы учили на уроках, сегодня будем закреплять на практике, будем выезжать в строительную компанию и изучать их объекты. На две части поделено, это первая часть, завтра будет вторая часть, тоже поедем в другую строительную компанию. В комментариях пишите, какая это будет строительная компания. Каждому дается один объект для строительной компании, вы изучаете все документы и потом нам даете итог, что вы нашли, что вам понравилось, что вам не понравилось. Потому что у вас есть тоже покупатели, которым вы рекомендуете, будете ли вы после этого рекомендовать. Это чисто ваше мнение по документам. И это как раз таки ваша ответственность, с кем вы работаете, с вашими потребителями, покупателями. Зная, какая у них ситуация там, будете ли вы теперь предлагать. Вот и все. А строительным компаниям имейте в виду, что у нас все больше и больше становится людей, которые проверяют ваши документы, обращаются, у которых есть покупатели. Если у вас там плохо, мы не будем проводить к вам людей. Вот и все. Красная книга – не факт, что будет хорошо. Вот вам доказательства. 126 дольщиков. 10 лет борются с беззаконием. 26 миллионов долларов заплатили дольщики, но мы не знаем, где они. С нашей стороны не можем пока зарегистрировать договор. По данному объекту нет госакта, нет ИТУ, нет ДАСКО. Мы приходили с человеком, вы его не дали разрешение зарегистрировать. Математика сугубо точная наука, и с ней шутить нельзя, потому что доказательства кооператива. Этого документа нету сейчас. Да, у меня нет. Заложили, как подвал. Проект вообще внесем куда-то, можно его? Этого блока даже у вас в техническом паспорте на объекте нету. Мы через год приходим, вы закладываете, ах нет. Нет, я такой, вау. Единственный вопрос. Откуда это я? Это миллиарды. Мы пришли в строительную компанию Куд. Надеюсь, что в строительной компании у нее все нормально. Надеюсь, пойдемте смотреть. Олокон. Олокон? Да. Ах нет. Ах нет. Куд Тавер. Вот, людей приводим. Добрый день. Здравствуйте. 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 Так, нам отдел продаж. Поговорить с менеджером по поводу недвижимости. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдем сюда. Уважаемые будущие дольщики, это обращение именно к вам. Мы записываем это видео для того, чтобы вы, уважаемые будущие дольщики, смотрели на документы перед подписанием договора. Потому что перед подписанием договора вы еще имеете возможность выбирать, смотреть и не попадать в плохие ситуации. Перед подписанием договора вы можете что-то еще исправить и повлиять на ваше будущее. После подписания договора уже сложно что-то исправить. И если после подписания договора у вас появляются какие-то проблемы из-за того, что там вы не посмотрели документы, либо что-то вы выяснили, какие-то обстоятельства, которые после выяснилось. Ребят, после этого вам уже мало кто сможет помочь. Просим вас, пожалуйста, проверяйте документы, изучайте, смотрите эти подкасты, видосы, делайте себе заметки, идите сами проверяйте, обращайтесь к нужным людям. Но после подписания договора, если у вас появились проблемы, пожалуйста, не надо обращаться к нам с надеждой, что мы сможем это исправить или помочь вам. Наш посыл вообще вот этого YouTube канала для того, чтобы перед покупкой квартиры вы изучали и понимали, куда несете деньги. Все, продолжаем дальше. Пока я воздержусь, если коллеги. Так, Улокон, объект большой, масштабный, строится по адресу магистраль Барпала-Кулова. Это выше, где вот новый стадион строится. То есть, в Аплаван-Кабале, пока не знаю. В общем, давайте я вот генплан покажу сразу. Это Улокон? Да, это Улокон. Получается, вот общая территория тут 15,5 гектара. Тут строится 41 блок, 41 корпус, да? Целых квартал получается. И тут со своими, вот, адреский садик тут будет, мечет будет на Маскана, спорткомплекс будет, стадион будет, и тут школа будет. Трехэтаж. И вот возле магистрали, вот первый, второй, третий блок, вот нижний этаж, тут торговый центр будет, то есть кофе, рестораны, кинотеатры, они все здесь будут. Есть однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Нас меня интересует конкретно однокомнатная квартира. Из 1к в квартире есть 3 варианта. Самая маленькая квартира. Давайте я вам сейчас покажу. Это у нас грубо 40 м2. Как заходите, вот у нас тут трехочка будет. Слева, самое главное, согнешенная будет. Спальня, по-моему, это грубо 14 м2. И тут еще будет у нас кухня. То есть тут все написано, трехочка, например, у нас 4 м2. Самое главное, согнешенная, грубо 5 м2. Спальня, по-моему, 14 м2. И тут кухня будет 14,5-43. То есть, в общем, 17,5 м2. Это кухня будет у нас. Это 40 м2. Есть еще чуть побольше квадратуры, это 46 м2. В чем плюс, что коридор чуть побольше. А, побольше, пошире, то есть побольше. Ну, да. Но я вам сразу скажу, однокомнатные вот именно эти варианты, вот 40-46 м2 у нас не осталось, они все распроданы. А, уже все? А у нас есть только вот однокомнатные квадратуры, чуть побольше квадратуры. Это 51 м2 будет грубо. Так, а стоимость за один квадратный метр? То есть, тут цена за квадратный метр мы сумма считаем 80,000. То есть, 80,000. А она будет варьироваться, если доллар поднимется? Нет. Это уже установленная ценовая политика, да? Ага. За квадратный метр вы сказали? 80,000. 80,000. Ага. То есть, фиксированная уже оплата, ежемесячная. Да. Ага. Нет, нет, смотрите. Давайте я вам тогда покажу, посчитаю, да, как будет, в общем. Ага. Например, вот 50, 80,000 это точная квадратная квартира. То есть, в договоре так написано. Цена за квадратный метр у нас 80,000. 80,000. Общая стоимость квартиры у нас уходит 4,069,000. То есть, 600 тонн, да? Ага. Так, у нас есть первоначальный взнос. Первоначальный взнос надо будет внести 30% от общей стоимости квартиры. А, 30%? 30% это у нас 1,200,000, да. 1,200,000. А статус мы вот делим на 7 лет в просрочку. То есть, на 7 лет мы делим только вот до 1 февраля. То есть, с 1 февраля у нас условия меняются. То есть, срок просрочка сокращается на 2,200. То есть, на 5 лет будем делить уже с 1 февраля. А ежемесячная оплата? Ну, смотрите, вот эту сумму мы делим на 7 лет. То есть, на 83 месяца. Ежемесячная оплата у нас уходит в 34,320 тонн. Ну, учитывая, что мы 30% взнос первоначально будем вносить, да? То есть, 1,200,000, как вы посчитали. То есть, ежемесячная оплата будет составлять, согласно графику, наверное, да? Да. Который будет составлен. 34,300. Ну, грубо, давайте скажем, 34,500, давайте скажем. Ну, плюс лучше. Ага. Это вот 50 квадратных метров, да? То, что вот вы показали, потому что уже 40 и 46 уже все распроданы. Они все распроданы, да. У нас есть только вот такие вот планировки. Это 51 метров у нас будет. Так, а вот по поводу документов, хотелось бы уточнить, какие документы при заключении. Да. По поводу документов, давайте я вам сразу покажу, как это уже, да? Наверное, больше участок интересует, да? На какой книге? На красной книге. На основном, то еще полтора гестара полностью все на красной книге? Да. Это один участок или несколько? Да, тут четыре участка. Четыре участка? На каком основании принадлежит к этому? Владелец не вы, да? Кто является владельцем? Давайте я вам сразу покажу сейчас. Правоудостоверяющие документы и правоудостоверяющие Угу. В оригинале есть, да, у вас все документы? Да, 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 есть. Если хотите, покажем оригинал сразу. Оригиналы, да? Хорошо, да. Дайте мне минут пять. У вас все-таки не в оригинале, а копия, да? Да, да. Оригиналы говорят, что партнеры забрали. Партнеры? Да. За лоб что положить? А вы сказали 50 квадратных метров. Именно вот за этим госаптом закреплен, да, земельный участок? Да. Где вот строится? Да, да, да. Четыре участка по сколько суток? Давайте я вам сейчас сразу покажу, вот тут два с половина губа, да? Гектара, да? Да. Вообще объект толку на двух с половиной гектара, да? Нет, тут 15 с половиной. 15 с половиной. Да. Это вот тут можете посчитать у нас, да, 20 с половиной гектара. Второе покажу. Два с половиной. Ага. Назначение тоже сразу можете посчитать. МНС-групп? МНС-групп, да. Это кто? Это партнер. Это партнер, да? А между партнером и вашей компанией? Есть договор ДСД, вот я вам сейчас потом покажу, вот сначала покажу, это все госакты. Вот второй госакт, тут у нас получается, грубо, четыре с половиной. Индивидуального жилого дома. Вот, пожалуйста, второй госакт тоже можете посчитать. Какие этажные дома все? 14-15. 14-15 этажей? Да. Так, сейчас минутку. В общем, сколько квартир тогда в этом комплексе? 5600, грубо. 5600, да. 5600, да. Ничего себе. Это вот третий госакт, пожалуйста. Это какой госакт? Можно спросить, если кто-то относится? Как целевое значение? Транспорт. Здесь индивидуального, а там просто получается. Вы сказали на четырех участках. Да, да, да. Вот четвертый я вам сейчас показываю. А, четвертый здесь? Да. В электронном варианте, да? Да, да, да. Вот, пожалуйста. 2,5. 2,5. Да, 2,25. 2,25. 2,25. Четвертый участок у нас... Вот. Электронный вариант. Так, электронный вариант получается. Да. Договор совместный. Где это вместе вот, если да? МНС Групп и вами, да? Диастрой и Айла Девелопмент. Это вот четвертый, который последний вам показал. Что четвертый? Четыре компании, что ли, строят? Можно? Участки принадлежат МНС Групп. Нет, нет. Им, получается, нашим партнерам. На основании договора они являются собственниками. Юридическое лицо является собственником, да? Да. Этих четырех участков. И четвертый участок тоже? Это вот четвертый участок. Тоже МНС Групп, да? Да, да. Нет, это тут Айла Девелопмент будет. А это же... У вас, получается, должно быть два договора, правильно? Один с Айла Девелопмент и с МНС Групп? Нет, посмотрите, у нас сразу с двумя. С двумя сразу? Понял. Здесь вот, получается, да. Две стороны. А партнер один, первая сторона, это вы, да? Это для строя, да. Это мы, получается, партнер первый. А второй там, у нас кто, МНС Групп, да? А потом уже Айла Девелопмент. Какая договора у нас у вас с этими компаниями, да? Да. То есть, допустим, получается, при построении, ну, вы говорите, да, 14-этажное здание, да, жилой комплекс, им какая-то часть, ну... Нет, тут у нас вот в этом договоре все написано. Ну, какой-то там... Да, просто вкратце, чтобы мы сейчас, получается, время не тратили. Ну, да. Ну, смотрите, там, какая-то часть мы с этим, с коммерческим помещением, какая-то часть с квартирами, какая-то часть с деньгами, да? А вот тот вариант, который вы мне предлагали, этот вариант, он не входит, не попадает под вот эти вот ваши договоренности между сторонами? То есть, тут абсолютно все квартиры попадают туда. А, попадают? Да, в общем-то. У нас потом в дальнейшем, как у добросовестного приобретателя, не будут проблемы? Нет, не будут, конечно. Можно? Давайте все почитаем. А вот парковочные места? Потому что... Давайте я вам сразу скажу, там подземные парковочные места нет, там только надземные будет. То есть, все косты... А, только надземные, да? То есть, где получится? Да. Придется парковаться. Сколько вы говорите об общей сложности квартир? Так, если точное количество, 5598. Так, а вот сроки реализации проверок получается 60 месяцев, да? С момента заключения, описания? 19 декабря 2022 года, да? Угу. То есть, начало 23-й. 23-й, да? Уже получается сейчас... А на какой стадии сейчас все это находится? Там первые блоки уже вышли на третий этаж. А, уже даже на третий этаж, да? На сколько этапах делится строительство? Ну, то есть, смотрите, там у нас получается, в общем, 41 блок, они все вместе будут сдаваться. Все вместе? Они все вместе будут сдаваться. А это будет в договоре прописано, да, по срокам? Срок сдачи эксплуатации? Да, да, у нас в договоре все написано, что 2027 год, второй квартал, сдача с ремонтом. А какие у вас разрешительные документы получают? Ну, говорите, 14-ти этажные, получается? 14-15-ти этажные дома. Вот, курс экспертизы, вот, пожалуйста, может тоже посчитать. На АГЗ. На АГЗ и ТУ есть? А все документы, правоустанавливающие, право удостоверяющие еще какие-то имеются в наличии? Лицензия. Лицензия, да, есть. Угу. ДАСК есть, пожарно-техническое заключение. Вот МЧС должно быть. Вот я вот не могу понять назначение земли индивидуального жилого дома. Вы еще не перепрофилировали, да? Не было, да, еще перепрофилирования, получается? Можно посмотреть даже? Сейчас, минуточку. Даты? Здесь? 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 Здесь здесь стоит, индивидуальный, здесь стоит жилого дома. А, должно стоять, многоэтажного комплекса , и получается многоэтажные жилые дома. это старая да давайте я вам тут покажу сразу да что потом вот смотрите 2 нам старый показали получает у нас все написано что вот как-то вот это вот получается то что вы нам показали можно запросить все ваши документы потому что мы целенаправленно первую очередь пришли проверить документы посмотреть какие они у вас есть насколько надежно и желательно в оригинале давайте скажем так нет да я сам скажу что при вас нет еще какой объект агазы тоже в копии тоже купе должен хотелось бы получается может быть он у вас залоге лежит в банке а применение лежало мы вам не дали вот так бывает просто кажется что копии дают красные книги лежат залоги у банка а можно основной договор получается именно по 50 квадратный метр до или что так а вы нам предоставили какие еще документы архитектурно это был агазы айту и тушула уже уже сдаем ключи некоторые уже забрали начали 2020 году третий третий квартал до ночи лети год сейчас пошел до 14 этажный дом большого 16 этажный дом помимо экспертизы расиста там газы и ту то есть а по эту говорит забрали копии копии есть к сыну забрали то есть не забрали отнесли туда зачем вот зачем я точно не знаю конечно 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 отопление будет газовая и даст уже можно вот эти тех условий заключения этих условий то что у вас газ будет отопление будет под самоотделку священку сдача кунтала 2022 первом году да вы сказали 2 20 20 20 году второй квартал мы начали строить должны были сдать под самоотделку 2022 год второй квартал вот тот момент когда мы начали как раз вот карантин начался хочешь купить себе ликвидную квартиру в первичке во вторичке хочешь спать спокойно и снизить риски узнать всю правду что может скрывать строительная компания либо объект во вторичке то вы можете приобрести себе услугу юридическое сопровождение либо один раз либо под ключ подробно о наших услугах вы можете узнать написав нам на ватсап ссылочка ватсапа в описании пишите скажите пожалуйста вот у вас получается вот меня конкретный интересует объект полокон а вот не так нет документов и ту сказали связи с тем что где-то в госоргане находятся на рассмотрении обстоятельства причину нам не пояснили я биту есть просто сейчас это есть человека директора нет у меня в кабинете госакт предоставили нам не в оригинале а копия связи с чем в связи с тем что у собственника у собственника да то есть в любом случае в наличии есть да по поводу получается право устанавливающих документов какие имеются в наличии и если подтверждающая информация в качестве в лице генерального директора вот вашей компании я строй именно касающийся что свидетельства устав приказ на гендиректора да вот чтобы ознакомиться понимать полномочия подписания данного договора потом договор до любого участия нас как бы интересует именно вот ознакомиться не просто вот дали сказали что сейчас еще другой какой-то договор предоставит у нас типовые договор дали участие а в случае вот вы сказали получается ваш коллега сказал что сдача в первом квартале 2028 году в случае если не будут не будет сдан объект вовремя в соответствующие сроки какая-то ответственность предусмотрена именно вот у нас учили нет для нас для дольщиков понимали ну вот мы как сейчас как строительная компания сейчас завершаем все объекты почти в срок почти в срок но на производстве бывает то что идет задержка то есть более трех месяцев не менее шестимость это как бы применительно данным для нашего вообще а в данном случае какой-то доп соглашение составляется либо уведомление либо комментируем застройщика значит дочек а потом что это что идет задержка там подачи люди нас понимают что хорошо если все сроки допустим прошли человеческий фактор там и еще каких как вот высылать на эти обстоятельства а другие какие-то обстоятельства в этом случае могут быть мажорные обстоятельства так может быть например в двадцатом году вот если взять до кувида например карантин ну куда я запознаю это не произойдет а так мы в срок а скажите вы решаете объект по поводу оплаты касаемо вот здесь получается ценовой политики с учетом всех налогов или кто-то получается в дальнейшем просто мне мне договора нет получается перед собой мне сказали что другой договор предоставит я до сих пор этого договора не вижу он в принципе тот же самый просто образец получается здесь вот срок передачи запланирован ко второму кварталу 2027 год вот а в случае если в срок чтобы мы еще получается не ждали еще два-три года и наши права не были на птичьих правах это же должно учитываться договоре если вы например задерживаете срок строительства на шесть месяцев из-за вас на три месяца а если больше на шесть месяцев а если больше шести месяцев а вот вопрос такой вот права и обязанности сторон пункт 413 строительно-монтажной работы могут быть временно приостановлены в случае наступления негативных погодных условий негативные погодные условия это плюс-минус же точно например минус 10 и плюс 40 в данном случае может нужно конкретно здесь более конкретизировать и прописать чтобы понимать потому что мы можем и так получается сослаться на в рамках этого пункта либо получается на зимние периоды например бетонозавод это завод по поставке бетона не предоставляет минусов погодные и мы не должны заливать бетон так как это подряд на качестве просто видите хорошие погодные условия в связи с чем как бы если просто будет приостановлено это соответственно логическая цепочка что срок приема-передачу он соответственно отодвигается на какой-то серьезный например срок мы заморозили то мы уведомляем наших дочек о том что такие погодные условия повлияли на ход средств так вы уведомляете а в этом случае каковы наши права вы просто уведомляете а мы просто соглашаемся и все на это вести переговоры путем переговоров а вот скажите пожалуйста системы энергопитания напряжением 220 вольт это до подъезда или получается уже в самой до какого периода получается вот это вот система энергонапряжения вот эти вот все подключения они как-то понимаются получать чтобы вот понимать система центральной канала системы газоснабжения системой может центральное отопление здесь система газ газоснабжения до идет информация то есть по нашему объекту то есть мы сдаем отключено то есть будут выполнены все определенные здесь написано работе а вот вы здесь вот расписываете у вас все договорные обязательства договор поставки с вашими клиентами можно потом с ними в дальнейшем в процессе ознакомиться а вы еще пока не составляли возведение возведение поэтому сейчас рынок меняется поэтому нет а урона и закручивать так документы все правоостановливающие вы предоставите у вас на сегодняшний день директор действующей до перерегистрации не претерпела компания да а сколько учредителей компания 11 11 учредитель он же участник а в уставе прописано получается право совершения сделок до какого крупная сделка крупная сделка а вот здесь вот вопрос пункт 32 дольщик собственными средствами оплачивает все расходы государственные пошлины сборы оплаты а что конкретно понимается под этим пунктом под этим пунктом то есть по завершению данного объекта когда мы его сдадим в эксплуатацию зарегистрируем право собственности этих квартир на себя то есть на компанию потом мы с удовольствием мы приглашать наших дольщиков и будем оформлять уже основную долгую купли продаж или соглашение о передаче данной квартиры но это получается соответственно оплата госпошлины госпошлина госрегистр который в кассу а вот в случае получается в рамках налогового кодекса вы наверное знаете да изменения на сегодняшний день налогового законодательства чтобы потом получается вот эти вот моменты тоже плавно на наши плечи не легли все налоговые адресы исполняют застройщик то есть просто точек до момент до передачи собственности это объект то есть вы являетесь с дольщиком хотите приобрести вот исходите сегодняшние встречи тут у нас зеленая книга на 49 лет то есть в последующем после завершения после передачи собственность аренда не смотрите сейчас действует положение до положения о выкупе ранее предоставленных земель посредством то есть мы у нас есть обязательства по выкупу данных земельный участка то есть сейчас департамент управления муниципальным имуществом как бы не дает согласие на вот эксплуатацию пока мы его не выкупы либо же не предоставим залог то есть у нас есть обязательства по его выкупу то есть до момента как мы вам передадим техпаспорт права собственности мы уже данный земельный участок обязаны выкупить уже на практике эта норма работает это процедура есть как как и состоится вот этот процесс выкупа процесс выкупа то есть заинтересованное лицо то есть это мы так состройщик то есть подаем заявление мы потому что у нас и долго самостоятельности все вот эти обязательства то есть по разрешению документации на нас то есть наши обязательства то есть мы совместно в опеке то есть подаем заявление департамент управления муниципальным имуществом думе о его выкупе то есть потом согласно положению данным госорган направляет соответствующие органы это как архитектуру а также у зс управление земельным имуществом они рассматривают данные заявления смотрят и если это возможно выкупе плане дают свое положительное заключение потом после чего вообще глава архитектура делаю городоставительный заключить то есть там идет у них я сам не участвовал там у них там внутри агут то есть там идет комитет создать комитет до комиссия они дают там независимую экспертизу оцениваем земельный участок и предоставляет не знаю такого еще процесса не было процедуры чтобы прямо оценивали передали нет есть уже сейчас у нас на практике уже есть уже думе дает цену насчет выкупы я еще не знаю но уже не покупал я не владею я не владею информацией но уже дуги дают именно конкретные то объекта то есть вы пока если вы купите у вас есть от места выкупить без выкупа вы его эксплуатации не сдаете и передаете департамент управления мусульман все равно они как бы не дадут согласен на это чтобы зарегистрировать например даже мы с вами взяли оценки воды эксплуатации объекта то есть когда вы хотим его нарисовать госрегистре госрегистр требует от нас согласия собственника земельный участок систем уже все здесь основной процесс либо мы должны предоставить залог в виде квартиры в этой жилом комплексе то есть они дают определенную квадратуру вы должны предоставить эти квадратуру залог только после чего они дают нам согласие они как бы дают для себя подушку да дело безопасно чтобы мы будущем и как бы избежали да она норма может действовать сейчас как бы данные сведения у вас постановление происходит мы обязаны сейчас зарегистрировать но к этим объектам от не относится то есть да у нас просто у нас такие условия что мы предоставляем все квартиры без приношения взносы то есть человек пришел 50 тысяч сон и хочет купить квартиру в данном случае мы как бы не даем права не то есть мы говорим что с нашей стороны не можем пока зарегистрировать это составляется путем предварительного договора но не ни в коем случае то вы дали участие если они без приношения нас это внутренние как бы наши просто нас тоже было понятно что некоторые наши недобросовестные покупатели не обретают квартиры 50 тысяч самооплатили выезжая за границу они даже забыли что мы купили квартиры нам приходится через суд его роста значит по данному объекту нет госакта нет и то нет даст конь а мчс заключение не имеется через пожарные есть на есть да просто не сказали что не просто вот эти все агазы виду находятся одной широтой на нашу сотрудник то есть он сейчас отсутствует могли бы сейчас показать на есть возможно он просто данный человек работает с этими документациями возможно у него либо он относится архитектуре либо что просто мы не можем сейчас с ним связаться так и дети то есть у нас есть уже заключение госэкспертизы предоставили первый этап да это был агазы мы посмотрели но это не было сказали что забрали ту с собой на коле копий да вот например вот предоставляет нам договор и госакт нам что мы его недавно получили в этом и ту есть просто вот и ту мы недавно получили честно мы не успели его даже не интересует вопрос части ответственности если вы в срок не сдаете просто чат там ответственность предусмотрена для дольщиков там на целую страниц целая петиция а вот в части нашей получая нашего права допустим вы во второй квартал здесь пишите что 2027 да а вот опять-таки следующий пункт идет ссылка до строительно-монтажной работы примеру да вот случае непогодных условий и так далее подобное вот а в этом случае какая-то ответственность предусмотрена просто там пеня штрафные санкции все получается даже по цифрам расписано а в этом случае просто видите как бы ну должно быть целенаправленно мы же имеем право договориться правильно а в этом случае кардинально какие-то вот наши поправки в рамках этих договорных обязательств допустимо да конечно то есть мы получается можем проговорить подписать все это будет обговорено да а в этом случае в случае не сдачи своевременно там пеня штрафные санкции в каком эквиваленте будет рассчитываться из какой суммы от общей суммы либо от остаточной суммы а это индивидуально да а вот исходя из практики у вас примерно максимально у нас такого даже клиента не было честно клиента не было оспорить данных а строительство объекта улакон в каком году началось в конце 23 года то есть совсем недавно права и обязанности сторон получается стройка должна быть закончена во седьмом году получается в конце 27 правильно мы понимаем плюс-минус там три месяца бывают задержки а если задержка будет например больше шести месяцев это можно как-то договоре тоже записать что например застройщик обязуется оплачивать пеню в размере там одного процента а вы получается будьте это все индивидуально рассматривать с каждым клиентов то спросит тот да а если не спросит то таки а в случае несоблюдения то это судебные тяжбы то есть мы же не можем ограничить только данным договором да то есть если у нас гражданский код и сможет а не этот конечно если клиент хочет обжаловать то конечно может ссылаться на гражданский код у нас пока нет тира будет оборудована инфраструктурой согласно приложению номер два получается с ремонтом опять же тоже скорее всего конкретно с каждым клиентом да вот лифт два лифта будут можно будет дописать договоре что мы хотели бы там но если вы планируете купить там лифт от хендая или от кон и это дописали а то здесь то есть все вот эти смотрят застричка усмотрение застройщика по усмотрению застройщика пристам у нас 4 500 с чем-то точек если мы учитывать меня туда и смотрите здесь написано просто наружными окнами согласно проекту а в проект у вас получается какие окна или можно будет здесь дописать окна там алюминиевые пластиковые троп-камеры троп-камеры здесь весь пластиковый будет живые будет пластик если например клиент захочет чтобы вы дописали в договоре конкретно какое окно вы будете ставить мы будем говорить что мы будем ставить такие окна если вы согласны то если не согласна это наше право договор вы это вносить не будете ну как вы сказали что у вас на все получать объекты стандартный договор да и на соответственно где-то что-то менять конечно моменты в данном конкретном случае по характеристикам у вас стандартно даже будет все ремонты схожие у нас и как бы социально да то есть если у нас был по сто процентов это можно было с дочкой там обговорили эти моменты если не предоставляли там за 100 тысяч долларов да если покупали примерно да то конечно эти моменты можно было поговорить но когда идет процент процедура по биспринансионным грузом этого не мы хотели бы еще этот акнеет по данному объекту да вы даже несколько раз нам приходили бахтия ракета приходил бы спрашивать данный набег сейчас под обмене то есть состоит залоги до сих пор что вы же обещали что вот сейчас вот пахтер подожди-ка полгодика кодика максимум год полтора наверное что там как там дела сейчас люди сейчас они уже как уж готов да я как по уже готов люди уже посуда или нет сколько там квартир 1300 1300 1300 из них сколько зарегистрированы 40 40 кварти из 1300 остальные 1260 человек только с вами договор заключили чисто на доверие да чисто на доверие тоже у нас был социальный проект то есть без предпринимательного взноса мы людям то есть все в курсе то есть не а если кто не согласен то потом узнал типа блин подождите оказывается зарегистрировать что тогда потом приходит я хочу зарегистрировать я не знал эти правила у нас инвестиции то есть инвесторов есть это то есть оптимов банк у вас даже можете сделать выписку у нас есть согласие с комитета то есть мы можем регистрировать то есть они нам дают согласие на определенные партии мы приходили с человеком вы его не дали разрешение зарегистрировать может сейчас зарегистрировать потому что у нас есть сейчас места сколько на 30 квартир 30 квартир ребят кто успеет приходите регистрируйтесь по документации как у вас оказывает агментации все ездили включение специзы предоставили я так понимаю еще должен быть второй этап правильно сейчас на боролос на подключение всех стакан заказа на стадии разработки вы ее получите примерно примерно сейчас ведем переговоры с соседями нашлись партнерами а у лук он там книги в оригинале почему нету потому что у кого не парк у партнера собственник там нет такой истории залог молок и там и ту же есть там какая будет отопление какой бы газовая нет это как бы комфортная информация просто у нас с партнером согласно договора совместной деятельности мы не можем предоставлять мы просто в базе вы определили у нас у нас есть база которым как уже их квартир как мы не можем не строгать они не могут трогать наши больше нет вы можете зарегистрировать госрегистры по его систем то 1 месяц года сразу ответ это о том что по характеристике данную квартиру жетT1 поэтому же госрегистры то есть когда мы это дублирующую квартиру когда мы тублирующую квартиру предоставляем до в случае по ошибке даже 토로 серьёзный фактор посредством зоны данная квартиры как бы уже оформленно другой человек это это еще у оформленного и другого человека а если Например, вот эта квартира принадлежит уже другому вашему партнеру, а он еще кому-то не продал. Тогда здесь же не будет данной продажи? Нет, доп. соглашения Апплининда Львова уже зарегистрирована в госрегистрировании. То есть, согласно этому, они могут даже отказать нам регистрацию. Просто у нас были ситуации, когда госрегистр регистрировала квартиру, не принадлежая строительной компании. Поэтому нам было бы спокойно. Другие строительные компании без проблем предоставляют. И, насколько вы знаете, 700 квартир же уже переданы государству, да? Да, фонда управления государственной машины. Ну, тем более, это уже какая-то романтическая тайна. Да, я как юрист не могу, да, вот. Просто я сам был участником составленного данного уровня, не могу сейчас конфиденциальную информацию как бы разглашать. А так мы открыты, мы можем базе показать. Красная книга – не факт, что будет хорошо. Вот вам доказательства. 126 дольщиков. 10 лет борются с беззаконием. 26 миллионов долларов заплатили дольщики, но мы не знаем, где они. Хотелось бы перевести это на человеческий язык. Именно этот момент. Почему мы постоянно акцентируем в данном моменте и просим показать договор совместной деятельности застройщика и хозяина земли. Сейчас Мирим вам объяснит. Если собственник участка другое лицо, нежели там застройщик, как мы и говорили, что если это красная книга, то это не значит, что все хорошо, если она не принадлежит строительной компании. Как и в этом случае. В таком случае нужно, кроме тех документов, которые должны быть на строительство, вы должны запросить договор о совместной деятельности, либо договор долевого участия, смотря что строительная компания заключила собственника. Для чего это надо? В этом договоре обговариваются условия, на каких договоренностях они осуществляют строительство на данном земельном участке и что взамен этого участка получит собственник. Для чего нам это интересно? То есть покупая квартиру, вы должны понимать, чью долю вы покупаете, потому что обычно в этом договоре фиксируется, кто что получает. То есть это обычно в процентном соотношении, и по городу Бишкек это обычно примерно 20% от всей застройки получает собственник земельного участка. То есть вам важно понимать, чью долю вы покупаете. Иногда бывают такие случаи, что в договоре обговариваются такие условия, что застройщик имеет право продавать все квартиры, в том числе и долю собственника, но при этом он должен последующим отчитаться перед собственником и передать эти ему деньги. То есть если так оговорено в договоре, то окей, в таком случае строительная компания имеет право продавать все квартиры. Но если же написано иначе, то строительная компания не имеет права продавать долю собственника, то есть он продает самостоятельно, сам заключает договор и так далее. Могут возникнуть проблемы какого характера, что строительная компания может быть случайно, может злонамеренно продать долю собственника, и в таком случае собственник в последующем будет оспарить ваши права. А вам, как покупателю, это, конечно, не нужно. Поэтому на этапе проверки документов вам необходимо этот момент уточнить. Обычно в самом договоре о совместной деятельности редко, когда эти доли отражаются. То есть может быть отражено в процентном соотношении, примерно 20%. Но конкретно какие квартиры, они это уже согласовывают в отдельном дополнительном соглашении после утверждения проектной документации. Потому что был у меня такой кейс, что мы пошли клиенту покупать нежилое помещение в уже практически завершенном объекте. И я попросила показать, средняя компания все никак не хотела, но в итоге они все-таки показали. И это получилось так, что это была доля собственника земельного участка. То есть ты спасла от будущих проблем человека, ну то есть кто хотел купить. Да. То есть не зная это, если бы мы не потребовали бы, потому что многие говорят, это конфиденциально и не показывают. И если бы мы сказали, ну ладно, это конфиденциально, и потом были бы проблемы у покупателя. Естественно. То есть понятно, что собственник земельного участка, он не промолчал бы, он бы предъявил свои претензии и к покупателю, и к строительной компании. Конечно, в первую очередь к строительной компании. Но зачем нужны потом такие проблемы? И в общем он в итоге отказался от этой покупки, а строительная компания просто пожала плечами. Что вот так? Я, ребят, думаю, что теперь понятно, почему мы постоянно поднимаем этот вопрос. Уважаемые строительные компании, кто хочет быть на рынке долго и дружить с покупателями, вам большая просьба, будьте открытыми. Все документы, которые мы спрашиваем, мы вынуждены спрашивать у вас, вы показываете, хорошо? Нет, я же говорю, у нас есть база, я могу, вы говорите, что база как бы недостаточно для вас. То есть это же база создана специально для того, чтобы мы как бы регулируем внутренний вопрос. А если как бы вы не согласны с нашей базой, вы можете госрегистр зарегистрироваться и там убедиться. Я говорю, что госрегистры умерли, типа. Мы не доверяем, да. На одну ту же квартиру может несколько закрепить. Это, наверное, единственный случай, потому что у нас на практике бывает то, что у нас даже вот иногда этажность, да, бывает этажность, например, даже госрегистры специалист, мы увидели этажность, но есть дублирующие квадратуры и так далее, они как бы делают отказ регистрации. Мы не поясняем, предоставляем проект, это что, не девятый этаж, это десятый этаж. Поэтому я думаю, что и все регистраторы, которые они все дело откроют, у них есть своя база, там открывают. Мы можем пойти глубже? Мы можем этот момент решить здесь, а не надеяться на госрегистр? Да, можем. Как? Так, база на аспирсе. Не-не-не, база, база это другая история. Я имею в виду документально зафиксировать. Вот такие вот такие квартиры, принадлежат какой-то такой комплекс, мы берем в другие квартиры. Спасибо. Я вообще даже не вижу смысла этого квартиры, точнее, просто мы даем, уже как бы, мы же тоже ссылаемся на определенные свои документы, на свои доп. соглашения, выставляем на продажу те квартиры, которые принадлежат нам. А я как потребитель, я же не знаю, высылать на самом деле или нет. Просто видите, не всем строительным компаниям мы доверяем. Это вопрос сейчас доверия. Я прихожу к вам первый раз. И, соответственно, здесь как бы нет речи о доверии, либо недоверии. Поэтому я хотела бы воочию увидеть документы, либо есть они, либо нет. А вы сейчас слать, что да, вы там на что-то основываете, что вы видели документы, прекрасно. Но я бы тоже хотела бы посмотреть. Посмотрите, я просто покажу нашу базу. Вот, смотрите, у нас, например, база есть, в которой есть все объекты. Например, возьму Молохон. Но вы же как юрист понимаете, что база – это не юридический документ. Ну, в общем, мы предоставляем договор. Здесь, смотрите, в части пункта, да, пункте 1.1 мы как бы даем характеристую квартиру. Да, это понятно. Но вы там можете, да, написать то, что вы ссылаетесь на базу сейчас, правильно же? Нет, мы, если вы юридисты, то я могу ссылаться на договор. То есть по договору? И вот мне интересно, как в договоре появляется квартира? То есть первоначальный документ у вас какой? Первоначальный документ? Вы же вписываете же в договор те квартиры, которые, по идее, принадлежат вам. Да. Не партнёрам, правильно? Да. Вот, и я хотел посмотреть документ, на основании чего вы вписываете в этот договор квартиры. Давайте тогда начнём сначала, тогда мы поднимем тогда архитектурную часть проекта. Мы вам покажем вашу квартиру. Мне интересует, какие квартиры принадлежат вам. А какие, получается, и там видно, в принципе, будет, понятно, и почему эту конфиденциальную информацию вообще непонятно? Именно этот момент мы сейчас расшифруем. Дополнение хотелось бы сказать, что обычные застройщики, они начинают ссылаться не на договор, не на доп. соглашение собственникам, то есть не на документы, а на свою какую-то внутреннюю базу. Это вот CRM-база, либо на свою шахматку. Но нужно понимать, что это всего лишь введение какой-то базы в электронном формате. Документально это никак не закреплено. То есть в последующем, если будут какие-либо судебные споры, эта база, эта шахматка вас не спасёт. Суду нужно предоставлять именно документы. И вы не понесёте там эту шахматку в суд, он скажет, ну извините, это не документ. Сейчас хотел бы это всё на примере показать. Вот, допустим, я застройщик, Мерим является государственным органом. У меня есть вот эта шахматка, да, я знаю, кому, сколько у меня квартир, какая нумерация здесь. И я говорю, так, Азамат, я тебе продаю третью квартиру, у тебя будет номер 3. Идите регистрируйтесь. Госрегистру Мерим, неважно какая ты там, 3, 4, 5, она говорит, земля какая, где улица, где находится, ИНН, где. И она говорит, вот, на вот этой земле где-то там какой-то там человек купил какую-то себе землю. Номер 3, номер 4 моей шахматки, то, что у меня здесь, у Мерим, нету. Я ей без разницы. Она говорит, так, ты, Азамат, купил вот на этой земле. Аделет купил на этой земле. Санджар купил на этой земле. А по итогу получается, что строительная компания может номер 3 продать троим людям. Но госрегистр, не зная, это шахматы, всех людей этих зарегистрирует. Имейте в виду, что вот такая проблема может быть. Нет, юридически имеется просто показать, что вот первая, вторая, третья квартира моя, четвертая, пятая твоя. Юридически зафиксирует, мне поможем? Ну вот, так вы же, мы это прописываем, это ваша квартира, вот смотрите, еще раз. Нет, мы же не знаем, чья это квартира, ваша или его, понимаете, о чем я говорю? Смотрите, 1, 2, 3, ваша, 4, 5, 6, моя. Человек проходит, говорит, у нас в базе все есть, все отлично. И вы даете, словно, какой хочешь, ну вот так, давай, будет 4. 4 оформили уже, база слетела или еще что-то произошло. Я говорю, сейчас буквально 6 легко разобраться, а когда 1000, понимаете, о чем я говорю? А потом 4, партнер проходит, говорит, 4, 5, 6, где мои? Ух, блин, мы все продали, но осталось только 5-6. Или в базе, мы не так, неправильно, в мире, это же человеческий фактор. Да, человеческий фактор, я про это говорю. И четвертый потом, говорит, ну там, решайте сами, мы как-то продали. Хорошо, будем, если конкретно тогда рассмотрим. Вы пройдете тогда в кабинет, сам дольщик, я покажу им таблицу, доп. соглашения, он такой большой в том. То есть это возможно? Да, если дольщику, да, один пройдет в кабинет, у меня в кабинете, да, данный дом соглашения, сейф, я вам могу показать, что данная квартира, могу доказать, да, если вы там сомневаетесь, я могу доказать, что данная квартира свободна. Просто как это должно быть? Стретельная компания показывает, в других строительных компаниях показывают этот договор, говорят, единственная просьба по-человечному, вот эти цифры не показывайте, ну что, это конвенциально. Я смотрю договор и спокоен, я не показываю этот договор, я говорю, а, вот, все понятно, значит, за миллион продали, миллион получили, квартиру туда, ушли туда, я уже просто ясно, что здесь все, они договорились между собой, понятно. А мы сейчас о несуществующем каком-то договоре разговариваем, что есть, доверьте, все нормально, то есть понимаете, о чем я говорю. Просто, кстати, приходилось дольщикам конкретным, нам не показали, из-за этого они отказались покупать квартиру. Просьба, мы не говорим, что там у вас есть, мы просто говорим, насколько вы открыты, и вот здесь вопрос, а какие-то вот такие сложности там не готовы? Нет, никаких сложностей нет, мы вот открыты, мы показываем все, даже базу. Нет, эти документы, это только начало, мы будем дальше лучше копать, чтобы вы больше были прокачены вместе с нами. Это же вам тоже полезно. Да, конечно. Потому что если потом какие-то судебные появляются моменты, вы говорите, ребят, вы же подписывали. А мы не хотим подписывать это, мы хотим все прописать, чтобы потом максимально, уже когда будет какие-то проблемы, вы уже будете в стороне. Надо другому лицу уже доказать, что я когда-то что-то брал, я столько-то, столько-то денег отдавал, я брал четвертую квартиру, я отдавал, между собой, что-то там обсуждали, я не знаю, понимаете, да, вот этот момент, глубже нам надо копать, чтобы максимально вот здесь вот, ну, чтобы у нас порядок был. То, что здесь происходит, это только мелочи, мы дальше будем копать, и вот эти моменты нам надо улучшаться вместе. Да, 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 конечно, помогайте, да. Потому что мы покупаем у вас, вы продаете нам, если вы будете с нами вместе, в ногу, то у вас будет большое доверие. А сейчас происходит такое, нет, только вот там, пожалуйста, туда. Просто показали, мы посмотрели, все, мы даже цифры эти не запомнили, три объекта, сколько информации заходит. Мы посмотрим, что у вас все адекватно, все здесь, и где я буду квартиру покупать, надо будет договор вписать, все. Да, да, беспокойно. Я хочу вот прокомментировать, да, данный случай, например, на практике, да, я работаю здесь уже четвертый год, мы сдали три объекта. То есть вот наша база, честно, даже помогает устрегисту, потому что у нас бывают случаи, когда у нас уступка права, да, вот, например, одна квартира уже передали там, там идет уже по хронологии четыре хозяина, то есть по согласию уступка права требования. То есть у нас, вот смотрите, мы, например, можем войти, да, определенную квартиру, то есть у нас мы сохраняем все вот наши моменты, то есть там не продан, да, кто там, куратор и так далее, мы прописываем все хронологии. То есть мы создаем сразу, когда при выдаче этих паспортов, мы создаем себе сразу отдельную базу, то есть Excel, обзваниваем наших клиентов и, как бы, уже на практике, честно, у нас не было ни одного клиента, который бы, или квартиры, который бы сел бы на другого. То есть данная база нам очень помогает. А госрегистру как она помогает? Вы сказали, что госрегистру даже эта база помогает. Ну, просто в госрегистру, да, вот как Бахтер говорит, что в некоторых случаях в деле мы не нашли ту уступку права, которую мы, как бы, давно заключили. Да, вот мы об этом и говорим, что у госрегистра нет конкретной базы, у них нет реестра, например, что такая-то квартира продана, что какая-то, или это, видите, это все человеческий фактор. Они должны поднять архивные документы, архивное дело и все это листать. Ну, не кажется, специалист может это все это... Да, регистрационный отдел, у них в архиве там такие большие дела. Да, большие, и то есть не каждый это посмотрит, согласитесь. Поэтому мы хотели бы, чтобы до этого не доходить, мы могли бы здесь посмотреть, спокойно знать, что это квартира, которую действительно вы имеете право продавать. В суд я не могу пойти, вы понимаете, сказать, нету строительной компании, была база, Битрикс, да, принесите эту базу, суд скажет, извините меня. Вот, и на госрегистр, если бы у госрегистров был бы реестр какой-то или база, то вообще нет вопросов, окей, но пока вот нет. У вас есть другой дом, который продал, где человек, продаж, продал, мы купили. Без этих, получается, площадей? Без этих, да. Вы просто 4 года, сколько вы за свой опыт, сколько эти издали, объекты? Как вы сюда пришли, сколько вы объедуете, вот столько мы построили дверям, сколько вы сдали в эксплуатацию? Три объекты. Это на селекционном, то есть на Хипкалово, то есть Салхунтэм называется, 12 микро-районе. Сейчас уже завершается жилой комплекс Келечек, то есть мы его уже, АК приемки, вот, скоро регистрируем. Келечек, это где находится? Это на Исакееве. Они сданы в эксплуатацию, сдаются? Сдаются, и Сакееве уже сдается, последний вот стрих остался там. Получается, 12 издали? И, да, вот. А за эти 4 года сколько объектов вы строили, начали строиться? Так, значит, 12. 12 обектов. 12 обектов? 12 обектов. 12 обектов. В общем, в вашей истории существования, сколько вы объекты вообще строите? Сколько лет прошло? Сколько лет? Как КУП стал действовать? 5 лет. С 19-го года. С 19-го года вы 4 объекта построили, сдали в эксплуатацию, а остальные... Не 4, 3. 3, да. А остальные 9 в стройке. Нет, сейчас вот, например, на Исану, на Иску-центр обектов, он тоже на этапе сдачи эксплуатации. А там, когда он сдастся? Планируем сдать в марте. То есть тоже все документы уже... Ну, вы заметили, да, что вначале обещали по картинке, как он получился здесь? Нет, я не могу. Я это, да. Я юрист не знаю. Поставлю картики, здесь отличие, окей. А по поводу вот этого, Ахни, ты сказал, документы пока что, ну, в основном здесь только этот, красная книга? Красная книга, да, красная книга. Потому что, да, уже все эти условия уже оплачены, насчет воды, там, газоснабжения, это все уже... Смотрите, у вас есть написано, предоставить специальные технические условия на пищеприготовление? Газ. Газ. Да, да. Вы предоставлены? Да, предоставлены. Деньги. Дополнительным... У главных инжинировок. Нет, да? Не меня. То есть нет. И насчет теплоснабжения в полном объеме? Что там у вас предусмотрено? Предусмотрено котельное. Общая котельная, да. Общая котельная. Он будет где-то во дворе? На крыше. На крыше. Да. Согласно проекту. Согласно проекту. Он уже предоставили вы его? Да, мы уже это... А можно вот почитать, интересно? Хорошо, главное, это просто сейчас инжиниров, они на выезде, они работают над этим просто... Этого документа нету сейчас? Да, у меня нет. Отдел ПТО, производственная техническая. Я поняла. А, но было бы хорошо увидеть, ознакомиться, потому что тут получается... Да, можно удостовериться моими словами, да, то есть вы можете даже проехать, посмотреть там, уже готово. Что готово? Ну, дом же уже построил, построил. Что именно готово из этого? Ну, котельная можете посмотреть. Котельная уже на крыше стоит, да? И газовые трубы, счетчики. Газовые трубы пока еще нет. Получается, еще не получили, значит, еще по газу, по пищеприготовлению. Я не могу это сейчас говорить, потому что это не мои компетенции, я юрист просто, здесь работают инженеры. Инженеры? Ну, юридическими документами заключение дается и закрепляется. Вы не владеете информацией? Да, не владею информацией. Это очень хорошо. Какое-то у нас было. А договор у вас типовой такой же, как и в других объектах? Нет, здесь как и СОЖИ. А так пункты, да, все одинаковые. Обязательно, да. Вы сказали, что она в обременении. То есть, получается, вы заложили красную книгу? Да, земельный участок. Земельный участок заложили, да? Привлекли инвестиции. То есть, у вас в обременении, но регистрировать, получается, договора можно? Да, потому что наши инвесторы предоставят аквазу. У вас там, получается, тысячи квартир, а больше 1400. Из них можно только 30 квартир регистрировать. Нет, уже зарегистрировано 35 лет. Нет, нет, все же было с того, что, типа, 30 можно зарегистрировать. А остальные тысячи? Салам Алейкум. А почему? Нет, почему так сразу, Салам Алейкум? Они же никто, например, это же вонизление, это пожелание, да. Нет, пожелание больше 30 точно будет. Там все тысячи, хотя бы. Ну, даже 500, даже, даже, но не все, отскажите. Уберем половину. А почему именно только на 30 квартир? Просто потому что на остальные все претенденты и инвесторы на эти квартиры? Нет, просто это... Они же тоже рискуют. Рискуют. Ну, тут непонятно, что инвесторы или... Ли, и претенденты. Потому что это банк, ты банк, да? Да, да. Это банк. Да, банк заложен, чтобы деньги взять. Да. Вот, и получается, инвестор напрямую, это банк. А, скорее всего, там, можете... Надо договорных не между ними, да, изучать, изучить. Если есть необходимость, если кто хочет, да, посмотреть. Потому что регистрировать это в обязательном порядке. Конечно. Ну, да. Но предварительно договор, дали участие... Ой, предварительно договор продажи, гражданский кодекс предусматривает, да? То есть это, как бы... А вы прям конкретно только... Если ДДВ захочет, договор долю участие... Далью участие, то да, согласно директору кодекса. Если клеер захочет... Да. Сделаем. Сделайте. То есть не принципиально предварительно договор продажи для продажи. Да. По желанию сделаем. Последний, мне кажется, вопрос. Все, да, закончится? По Олокону. Три тут, получается, красной книги или четыре? Четыре. Четвертое, где она вот здесь, типа... Ну, мы... Я увидел три только. Вот это? А где здесь разделен? Типа... Не, мы его не делили с нами. Да, просто таким планом. Все, все, все. Олокон. 41... 41 блок. 41 блок. В общей сложности 5000. Это микроем вы строите. Это миллиарды. Это респект вам. Но это респект реально. Единственный вопрос. Откуда деньги? Я уже какой год приезжаю и спрашиваю, откуда деньги? Он говорит, деньги есть, и потом закладываете. Он говорит, деньги есть, и вот это как вы будете строить? Просто мне чисто человечески интересно. Вы даете без первоначального взноса. Люди покупают. Крутой социальный проект. И я просто, честно, если бы государство строило, вы были бы любимчиками. Но я понимаю, что государство вас особо не поддерживает в этом случае. Откуда деньги? Это миллиарды. Ну, то есть, это я не посчитаю, сколько, но это огромные деньги. Вы же сами понимаете прекрасно. Средительная компания, одно строится, там, обанкрачивается. А вы 41 строите и до 27-го, говорите, построите? До 27-го? Еще раз, давайте зафиксируем. До 27-го? Да даже, пусть будет, до 28-го возьмем даже квартал. До 28-го. 25-й, 26-й, 27-й. Ну, пусть будет. 4-го. За 4 года вы построите. То есть, в год по 10 блоков. Нет, у нас же идет не поэтапно. Да, я вообще говорю, ну, по итогу, чтобы легче было ориентировать. Нет, у нас есть инвесторы. Честно, я юрист просто, я не выводил. У нас есть специальный финансовый директор, аналитики, который привлекает инвесторов. На человеческий язык хотел бы сразу прийти к делу. Наше отношение к рассрочке более 6-ти лет. Как человеку, как потребителю, очень шикарные условия. Я благодарен тем средним компаниям, которые дают такую возможность. Но математика сугубо точная наука, и с ней шутить нельзя, потому что доказательства кооператива. Когда мы показывали один кооператив и показали систему, кто понял, тот отказался от покупок, кто не понял, тот купил, а потом звонили нам, говорили, Бахтяр, реши нашу проблему, а уже поздно. После этого нам говорили другие кооперативы, и мы всегда отвечали. Все кооперативы на одно лицо, по одной системе работают. Под какой бы оберткой они себя бы не позиционировали бы, математика остается математикой. Я сам не математического склада ума, но я вам сейчас постараюсь объяснить на человеческом языке. Смотрите, хлеб стоит 7 сомов и дают рассрочку, ну допустим, 7 лет. То есть каждый год примерно вы можете давать рассрочку там по сому, допустим. Один сом. Сейчас 2024 год. В 2030 году вы отдадите 7 сомов и как бы выполните свои обязательства перед строительной компанией. Это супер, шикарные условия, но теперь давайте включать с вами логику. Каждый год вы отдаете по одному сому. И через 7 лет логически вы 7 сомов отдадите. Хлеб стоит в 2024 году на изготовление уходит 7 сомов. И туда входит мука, свет, человеческие ресурсы. И это все в 2024 году, учитывая зарплату, учитывая инфляцию и все остальное, стоит 7 сомов одна буханка хлеба. И теперь представьте, эти 7 сомов вы размазываете на 7 лет. То есть вы в итоге в 2030 году отдадите 7 сомов, не больше, но вопрос, 7 сомов будет ли стоить тот самый хлеб в 2030 году? Как вы думаете? Я думаю, он будет стоить немного дороже. Ну примерно, пусть будет он стоить 10 сомов в 2030 году. Вы отдаете по сому каждый раз, отдаете, отдаете, отдаете. В 2030 году этот же хлеб будет стоить 10 сомов. Почему? Потому что мука подорожает, рабочая сила подорожает, свет подорожает, плюс инфляция. Плюс доллар. Тут же мы с вами в сомах пишем, а квадратный метр стоит в долларах. То есть в 2024 году, где он стоит почти что 90 долларов. Как вы думаете, в 2030 году 90 долларов он будет стоить? Он будет стоить немного дороже. Пусть будет даже 95 долларов. Но это уже получается большая разница, когда там у тебя тысячи квадратных метров. Но чтобы вы не заморачивались, просто представьте, что хлеб стоит 10 сомов. Вопрос. Где 3 сома? Кто должен 3 сома дать? Вы? Нет. Вы по обязательству, по договору договорились, что отдадите в конце только 7 сомов. 3 сома кто будет отдавать? Строительная компания? Ну, я думаю, очень интересная финансовая модель, где строительная компания будет за вас платить 3 сома. Это очень интересная финансовая модель, где строительная компания работает на нас. Конечно, вы сейчас скажете, это хорошо, это правильно. Но все строительные компании, не забывайте, они бизнесмены. Они считают прибыль. Они считают, куда они вкладывают сом, чтобы оттуда вытащить 2 сома. А тут вложить 7 сомов, чтобы потом еще вложить 3 сома? Ну, чуть-чуть нелогически. И я бы хотел донести всем вам. Я очень надеюсь на то, что в 2030 году все скажете, что Бахтяр, ты был неправ, все хорошо, мы достроили, все отлично. Но пока математика говорит одно, где 3 сома? Откуда вы будете брать 3 сома? Либо вы со своего кармана будете брать, либо у вас какой-то инвестор. Но тоже странно, инвестор тоже бизнесмен. Он хочет вложить сом и вытащить оттуда 10 сомов. Он вложит туда свои деньги и ничего не получит? Так что ли получается? То есть в минусе будет компания. Минус 3 сома откуда-то надо достать эти? Надо вам задуматься сейчас. Либо задавать эти вопросы. И эти вопросы мы уже второй или третий год задаем строительной компании. Строительная компания говорит, у нас есть базар, у нас есть инвесторы. Но вопрос, почему бизнес будет платить за вас? Ну, как-то странновато, если честно. То есть бизнес не занимается благотворительностью такого масштаба. Потому что 3 сома-то звучит прикольно. Ну, а там-то миллионы, миллиарды сомов. Так что, ребят, просто задумайтесь. Мы ничего не хотим сказать. Просто задумайтесь и задавайте вопросы. Продолжаем. Ну, у нас же, я говорю, на социальный проект у учредителя. То есть вы чисто для народа? Да, у учредителя. Учредителя, естественно. У Джо Март Байкет такой, да, принцип. Он всегда вот из любого объекта 10% отдаёт благотворительность. Но здесь не 10% пахнет. Тут 100%. А где ваша прибыль? Ну, для народа, значит. Я не финансист, но я просто на объём смотрю. Да, я тоже не могу высчитать, но, честно, я тоже юрист. Ну, а так мы завершаем объекты, строим, работаем, как и все. Вопрос. Вы вообще вот сами здесь покупаете менеджеры? Да, я сам как юрист, да. Все наши сотрудники, да, в Волоконе купили квартиры, не секрет, да. Потому что хорошие условия. Не, условия шикарные. Я бы сам побежал бы, купил бы, но что-то у меня вот с финансами немного переживает. Вот смотрите, мы, например, в 2020 году продавали жилой комплекс «Каличи», когда клиенты покупали однокомнатную квартиру где-то до миллиона всего. То есть мы их сдаем, мы им передаём квартиру. То есть данный проект тоже будет в итоге дальше. Ну, сейчас, да, как говорит, по себестоимости данной квартиры, конечно, подорожала там три раза, четыре материала тоже, но... Не, условия просто шикарные. Вы будете героями, если достроитесь. Но, когда я три года назову, приходил, меня куда-то подняли, сказали, у нас финансируем всё нормально. Мы через год приходим, вы закладываете «Ах, нет». Я такой, вау, а остальные у вас не заложены, вы сказали, 12 объектов. Это же, как один... А Хорду, да? Как, к reservations не заложен? Нет. Куда я берегин, в ту сторону? Там, действительно, там зелёная книга. Какие ещё у вас есть? Не Только вот, ах нет, просто смотрите, наши аналитики-финалисты посчитали, что в то время, когда мы привлекли инвестиции, там это было очень выгодно, честно, просто шеф договорился, в связи с чем нам раннее погашение как бы не выгодно. В связи с тем мы как бы до сдачи его под эксплуатацию, мы его высвоили. Просто нет смысла его раннее погашить. Просто зачем тогда нам сказали, что типа не переживаем, у нас деньги есть, за три месяца мы раскидаем уже прошло. Нет, у нас деньги есть, у шефа, у него есть инвестиции. Вот недавно мы с Китая, да, вот инвесторы привезли к нам в офис. Да, то есть у нас есть с Турцией, у шефа есть не только строительный, у него есть рынок строительный, рынок, как он видит, куд-базар, есть предприятия там по изготовлению профна силу. Я прекрасно понимаю, я думаю, что предприниматели думают так, о прибыли, а не о благотворительности, понимаете о чем я? То есть работать для того, чтобы закрывать вот эти дыры, ну, короче, у меня такой вопрос... Ну, очень более иностранные инвестиции, получается, да, если из Китая? Конечно, там же они будут считать эти все деньги. Короче, я просто к тому, что рассуждение, и я не то, что там типа это плохо или хорошо, наоборот, супер, но просто я хочу открыто, чтобы это было. Мы же через там три года придем, и там ситуация посмотрим. Если вы сделаете обещание, вы будете красавчиками. Юридическое заключение по строительной компании КУД по объекту Улукон. Застройка осуществляется на четырех земельных участках, три из которых принадлежат одной компании юридическому лицу, а одна вообще другому еще юридическому лицу. Я бы еще хотел добавить один момент, что они нам показали это только в распечатанном виде, не показали нам в оригинале. Это тоже один из вопросов больших. Да, и показали только три из четырех. Там в общем 15 гектаров, 15,4, а то, что они нам показали там три госакта, мы приплюсовали, получилось там 13,4, то есть там примерно двух гектаров нам не хватает, то есть нам не показали их. И как мы и говорили ранее, что когда земельный участок, пусть даже на красной книге принадлежит какому-либо другому лицу, это всегда риск. И такие рисковые события уже имели быть место, потому что у одной из компаний, кому принадлежат три госакта, были проблемы с государством, и они добровольно передали 700 квартир из этого комплекса. Но какие квартиры именно были переданы, нам строительная компания не показала и не озвучила. То есть это тоже риск. Вы не знаете, какую квартиру вы покупаете. Чем это может быть чревато для вас? Вы купили себе квартиру. Как добросовестный человек, гражданин Крымской Республики, заплатили за нее полную сумму. Вы живете, заехали, все нормально, отлично, но эта квартира, по идее, принадлежит государству. И тут уже появится вопрос, либо вы, ну то есть как-то эта строительная компания должна решать. Потому что у нас был кейс с одной знаменитой строительной компанией, которые тоже попали под эту историю, и там строительная компания, благо, это выкупа. Там было буквально там пару квартир, а тут 700 квартир. То есть вы должны понимать, где вы покупаете, не принадлежит ли эта квартира государству. Потому что государство в свое время придет и скажет, освободите квартиру, ребятки. По идее, это квартира наша. Даже на данный жилой комплекс имеется госэкспертиза только первого этапа. Что это означает? Что имеется только экспертиза на какие-то конструктивные решения, то есть сколько этажей будет, из чего будет построено. Но нет именно документации на коммуникации. То есть нет ни тех условий, нет и ту, нету, и соответственно нет госэкспертизы второго этапа. Это очень рискованное тоже событие, учитывая тот факт, что они застраиваются на той территории, где нет вообще коммуникаций никаких пока. Смотрите, что значит нету документов и ту, и госэкспертизы второго этапа. То есть нету еще договоренности, что там свет будет, что там канализация будет, что горячая вода, холодная вода. То есть нету. Поэтому конструктив утвердили, что будет металлокаркас, либо бетон, я не знаю, какого будет материала строиться. Но факт в том, что построить разрешили, но пока что туда там инфраструктуру, такие как свет, газ и прочее, мы еще не дали вам разрешение. В будущем будем разговаривать. То есть вот такая история. И еще один такой момент, о чем мы с вами тоже разговаривали, когда мы ходили в эту строительную компанию, то, что строительная компания не соглашается регистрировать договор долевого участия, пока вы не оплатите энную сумму. Когда я ходил с клиентами, они просили оплатить минимум 80%. Но такого требования в законодательстве нет. То есть если вы заключаете уже договор долевого участия, даже если вы не вносите ничего, то в любом случае этот договор должен быть нотариально заверен и зарегистрирован. Уважаемые друзья, пишите в комментариях, какую строительную компанию вы бы хотели, чтобы мы пошли и проверили. Сейчас посмотрим по запросам. Какая же строительная компания набирает обороты, и кто же вкладывает сейчас в рекламу, и почему вы хотите, чтобы мы проверили эту строительную компанию. Тоже напишите, нам очень интересно. И также напишите в комментариях, понравился этот разбор или нет. Мы будем дальше продолжать нашу деятельность, показывать строительные компании для себя в первую очередь, потом для вас, чтобы вы понимали, у кого вы берете. И еще раз посыл для всех. Пожалуйста, проверяйте объекты, где вы покупаете, изучайте документы перед подписанием договора, после подписания договора, пожалуйста, не обращайтесь к нам. Мы уже вам помочь не сможем. Все, спасибо большое. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, балаки. Пока.